Всем привет и с вами Лур. И мы продолжаем играть в Space Engineers. Наконец-то я добрался до компа, чтобы снимать всё дальше. Итак, чем я был занят, пока не выходили выпуски? Конечно, многими другими делами. Я купил несколько других новых игр, о которых я буду говорить, возможно, сегодня, возможно, завтра или когда-нибудь. Но, а тут я хочу подойти к предзавершающей серии выпусков части. Я поговорю о том, как сделать нормальный корабль, действительно, который не умрёт, который не взорвётся. Тот самый корабль, который я первым делом показывал, Black Inferno, он был, конечно, красивым, эстетически приятным, но есть одно но. Этот корабль не был предназначен для боёв, так как в то время, когда я его строил, я его строил на Абум, я не знал про физику в этой игре, и поэтому так вот всё получилось. Что же касается сегодняшнего выпуска, сегодня я тоже строю, значит, боевой корабль, и хочу вам поведать о том, как на самом деле, то есть как правильно строить корабль боевой, и не допускать ошибок, которых я допускал ранее. Итак, давайте поговорим об этом. Значит, половину корабля я обшил, как вы видите, то есть скелет его выглядит вот так вот, без обшивки. А с обшивкой уже как бы выглядит всё так, более красиво, более круто. Я так понимаю, значит, корабль, который может выжить, хорошо называется корабль, который может выжить, корабль, который может выжить, должен быть сделан на такой основе, как сварщики. Да, то есть даже в боевом корабле внутри должны быть спрятаны сварщики. Почему? И не только сварщики. Ключевой момент составляет приманки. Вот они, приманки. Эти блоки приманки, которые вы можете поставить, значит, в вашем инвентаре. Вы можете их просто загрузить. Блин, загрузить, говорю. То есть вы можете их поставить. Где же он тут был? Приманка. Где-то вот она, приманка. Значит, что такое приманка? Приманка это блок, на который настраиваются вражеские турели, ракеты и прочее. То есть, вместо того, чтобы, допустим, вражеская... Боже. Лаги висы. Вместо того, чтобы вражеская турель, допустим, стреляла по вашему кораблю, допустим, ну, по кабине или по... Ну, да, они целятся в основном в центр, они будут стрелять только по определенным местам. То есть, вот эта вот маленькая штучка, вот этот блок, приманка, она притягивает вражеский огонь на себя. Но какой вражеский огонь? Огонь турелей и прочих, как бы, устройств. То есть, огонь, который вам будут настреливать, допустим, на серверах игроки в PvP, они, конечно, это делают, целясь, и вас это не спасет. Естественно. Эта штука спасает только от кораблей вражеского типа в режиме выживания. И в режиме одиночной игры, наверное. Итак. Так что вот зачем нам нужна эта приманка. А теперь потопаем от приманки. Зачем нам нужен сварщик? Сварщик же нам нужен для того, чтобы... Что делает сварщик? Варит. Правильно. То есть, пока ваш корабль будут атаковать, например, ну, открыли огонь, вам сносит, естественно, вот эту вот броню, слой за слоем, то есть блок за блоком, и, естественно, ваш корабль разваливается на кусочки. Чтобы данные вещи не происходило, вот это вот, значит, сварщик будет полностью его восстанавливать. Да, да, да. То есть, сварщик будет восстанавливать вам корабль, и, то есть, враги не будут успевать, как бы, сносить вам все части корабля. То есть, да, некоторая часть корабля будет восстанавливаться. Я тут немножко не рассчитал, я так понимаю, было бы хорошо сварщик подвинуть либо чуть-чуть вперед, либо, ну, короче, что-то с этим сделать, потому что я пока не знаю, насколько блоков сварщик... Ну, насколько блоков вперед сварщик варит, но... Я подозреваю, что враги успеют снести носовую часть, и если они это успеют сделать, тогда, допустим, сварщик будет восстанавливать не все, мне все время придется восстанавливать. Поэтому желательно сварщик подвинуть чуть-чуть вперед, как и приманку. Да, то есть, огонь будет концентрирован вот в этой носовой части, он будет брать на себя огонь, но не только. На себя огонь будет брать еще и вот эту вот часть, где вот эти вот, значит, булеметы гатлинга. Они тоже будут, наверное, сноситься, но сварщик будет успевать их чинить. Естественно, для того, чтобы сварщик их чинил, сварщики чинили ваши блоки, которые сносятся. Для этого должна быть определенная система конвейеров, соединенная с грузовым отсеком, в котором же будут находиться ресурсы. То есть, например, возьмем самый простой блок тяжелой брони. С чего он состоит? Пять стальных листов. Соответственно, в вашем грузовом отсеке должно находиться там, не знаю, ну, около 2000 листов, значит, легкой брони, или как там называется, стальных листов. Чтобы сварщик мог забирать и чинить ваш корабль прямо в ходе боя. Так что вот так вот устроена, значит, физика этой игры, механика, физика. Без этого как-то и нельзя. И, значит, когда вы начинаете все это строить, хорошо начинать плясать от конвейера. То есть, конвейер, вот сварщик, потом идет снова конвейер, потом грузовой отсек, потом вот конвейеры, конвейеры, конвейеры. И, кстати, в данном случае я использовал конвейеры для крупных платформ, то есть для крупных блоков, но конвейер для крупных блоков, когда вы его ставите на малый корабль, что-то вроде вот этого, то есть не на большой, а на малый, он трансформируется в некий такой переходник. Да, то есть он образуется в такой переходник, из которого можно, собственно говоря, с которым можно соединять не только крупные блоки. Но есть такая вот хитрая вещь, проблема, которая у меня возникала при строительстве Скоробея. Ну вот этих вот ремонтных, значит, и ремонтных, сварочных, разборочных машин возникала такая проблема. Проблема заключалась в том, что, значит, я не понимал, оказывается, что вот, допустим, у конвейеров, там, у сварщиков, у грузовых блоков есть крупная сторона, то есть вот есть крупное отверстие такое, и есть маленький, вот как здесь. Через маленькие передаются только маленькие ресурсы, например, пулемет Гатлинга. Патроны для него передаются, да, через маленькие эти отверстия. Что же касается, допустим, сварщика. У сварщика даже на малом корабле там большой, большой, то есть, стыковочная, то есть, большой стыковочная площадь. Естественно, это большая стыковочная площадь, но к ней должна подключаться только большая стыковочная площадь, конвейер. То есть, нельзя сварщику подключить, допустим, маленькое вот такое, конвейер, допустим, повернуть и подключить с маленькой стороны. То есть, должна быть обязательно большая стыковочная сторона, чтобы передавались все ресурсы, необходимые для сварки и восстановления. И вообще, желательно соединять с большой, потому что, ну, так будет лучше. По поводу ракетницы. На предыдущем моем корабле, на Black Inferno, я не мог поставить ракетницы по простой причине, потому что, ну, там, во-первых, это мешало дизайну, нет, я не хочу умирать, это мешало дизайну, и, во-вторых, это было не очень функционально. Корабль выглядел громоздким. Он выглядел громоздким, поэтому я вынужден был отказаться. На этом же корабле, так как корабль, я не гнушался его больших размеров и решил встроить, значит, не побоялся его больших размеров и решил его встроить на максимум. И поэтому, как вы видите, скажем, ну, получился он не маленький, и в нем же, допустим, вот, вот это уже, как бы, обшитый вариант крыла, вот здесь он, вот, не обшитый, здесь, как бы, голый скелет, а здесь он уже обшитый и, можно сказать, что почти готовый. Вот здесь я смог установить два, значит, две ракетницы на крыле, точнее, даже три. Две отсюда и одна сбоку. Ну, я думаю, три ракетницы на крыле достаточно, и эти ракетницы, они перезаряжаемые. То есть, благодаря тому, что они перезаряжаемые, с помощью этого можно, то есть, не вручную их заряжать. То есть, вы сели, состыковались с базой, закрепились и получили обмен, то есть, получили, значит, ресурсы, и они автоматически загрузились в эти ракетницы. Классно? Классно. И также я сюда вбухал два больших генератора, то есть, один здесь, один скрыт вот тут, под пластами. Он где-то здесь. Вот он, да. Вот один здесь, другой здесь. А также понапихал кучу больших двигателей, то есть, вместо малых я поставил большие, что очень даже положительно отразилось на скорости данной, то есть, ну, на скорости данной машины она неплохо тормозит, она неплохо набирает скорость, то есть, гораздо лучше, чем Black Inferno, и, то есть, тяжесть этого корабля компенсируется полностью тягой этих движков. Ну, а на сколько хватит, то есть, вот этих двух больших генераторов вполне достаточно, чтобы двигать это устройство. Потом, и, кстати, я в этом еще до конца не уверен, потому что еще и будут включены сварщики. Кстати, сварщики должны работать в постоянном режиме, тогда мы поймем, в чем дело. То есть, поймем, достаточная электроэнергия или нет. Сзади корабль выглядит таким вот образом. Хм. Ну, я надеюсь, что он получился недурным. Ну, выглядит пока недурно. И в дальнейшем я уже дособираю эту часть корабля. Эту часть корабля я оставил специально такой, чтобы показать вам, на самом деле, как сделан мой корабль. Итак, думаю, вам понравилось. Когда я закончу устроить этот корабль, я выпущу следующий выпуск о том, как он себя показывает в бою. И тут, конечно же, надо поставить как можно больше этих, как его, гироскопов, дабы увеличить маневренность. Но это мне говорить уже лишнее. Так что вот так вот как-то. С вами был Лур. Подписывайтесь. Подписывайтесь. А, да. Я забыл сказать, что в будущем, если мои видео будут пользоваться популярностью, я вам покажу, как можно построить плавучую станцию корабль. То есть плавучую станцию корабль, типа плавущие верфи. А потом можно будет сделать большой боевой корабль. То есть самый настоящий большой крейсерский какой-нибудь, там, не знаю, линкеры или как они там называются. Я не знаю эту классификацию, но можно сделать большой боевой корабль. Да, он будет долго строиться, в отличие от этого. Этот можно, допустим, построить в течение дня, одного, двух дней. А большие корабли, они требуют, там, не знаю, ну, при желании, в принципе, их можно быстро построить. Как-то вот так. С вами был Лур. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. До скорых встреч.